Всем привет! С вами Сад Огород. Недавно нашёл в интернете вот такой способ посадки перцев. Более ранняя посадка, тогда когда ещё у нас в Московской области земля в теплице ещё не прогрелась. Мы делаем вот такие вот пакеты с изоляцией от основной почвы. И высаживаем рассаду именно в такой вот пакет. Таким образом мы добиваемся, что земля у нас всегда будет тёплая вокруг корней перца. И перец будет расти значительно лучше, если посадить его непосредственно в землю. Итак, приступаем. Берём пол ведёрки перегноя. Добавляем туда 4 совка песку. Савочек золы. И досыпаем землю. Обыкновенную землю. Пожалуй, хватит. И всё это тщательно перемешиваем. Чтобы более тщательно перемешать, мы опрокидываем ведёрку в обычный таз. И перемешаем более тщательно. Так, питательная земля у нас готова. Берём пупырчатый целлофан. Вот такой он. Вот изоляция будет у нас тепловая от холодной земли. И вот такой покупаем пакет. Обычно они продаются в магазинах белые и красные. Вот так вот по ручке мы его отрезаем. Дно отрезаем и режем напополам. Как раз на два кулька получится. Кладём этот пакет на наше дно пупырчатое. И начинаем засыпать землю, которую мы приготовили. Так, готово. Значит, высаживаем. Вот я выбрал ультраранний Gemini F1. И фон Барон жёлтый. Он отличается толстыми стенками до 10 мм. Итак, приступаем. Берём стаканчик с рассадой. Вот он вырос уже такой. Пора его пересаживать. Он уже просится. Здесь мы ему подрываем канавку. Делаем чуть ниже уровня. Так, подсыпаем нашу землю. Так, и добавляем простую землю по периметру. Так, берём обыкновенную землю из сада и досыпаем. Перец у нас теперь в коконе. Он нагреется за день. А ночью вряд ли отстынет такой объём земли. И загоняем его на место. Берём за дно и двигаем. Её можно переместить, потеплеться в любую точку. Ну и, конечно же, перцы надо постоянно поливать. Они любят влажную землю. А через месяц земля уже прогреется, перец уже будет большой и можно дно вытащить из-под перца. И земля, которая у нас сверху соединится с основной землёй, и перец будет питаться уже из грунта. Спасибо за внимание.